Всем привет! У нас здесь вот такая вот кучка посылочек и сейчас мы их распакуем. Я получила и очень-очень рада таким посылочкам. Вот сейчас мы будем смотреть их. Итак, начнем с первой посылочки. Такая вот она плосенькая, тут ничего. Что же тут я ножницы не взяла? Я взяла красивый ножик, как всегда придется некрасиво его открывать. Тут что-то такое плоское. Посмотрим, что здесь у меня. Лучечку возьму. Пробуем открывать маникюрными ножничками. Точнее не маникюрными, а вот такой пилочкой подорву. Так, дырочка тут появилась. Раскрываем. Что у нас тут? Что-то такое. Боже! Я вам сейчас покажу. Вот это вот оно. Я не помню, сколько это стоило. Следующая у нас посылочка. Возьмем что-то тут. Прям как будто какие-то они. А, они две вместе скрепленные. Так, проверяю. Это моему мужу две посылочки. Ну ладно, отложу. Так, это. Опять моему мужу. Это тоже моему мужу. Я не понял. Я в шоке. Я так обрадовалась. Мне дали на почте посылочки. И это тоже моему мужу. Так. Я не знаю, как вы считаете, стоит ли открывать чужую почту или нет? Мне так хочется посмотреть посылочки. Ну, хотя у меня еще одна осталась. И вот такая вот еще осталась. Сейчас мы откроем мою, а потом подумаем, стоит ли открывать чужую. Так. Открываем мою посылочку. Что я тоже этой штучкой потыкаю? Ой, это похоже трусы. Ой, ну трусы я так не покажу. Это трусы, которые якобы вообще никогда-никогда не протекают. Еще. Так, тут какие-то бумажки. Ну, короче, парашюты. Какие-то парашюты. Ну, это только можно попробовать и рассказать. Тут я ничего не покажу. Ничего не расскажу. Так. Ну, вот эта посылочка. Сейчас посмотрим. Хотя ее тоже надо будет показывать на практике. Сейчас я... Я надеюсь, что это не то, что я себе представляю. Это... Я повелась на рекламу и заказала подстилку. Подстилку для пляжа, через которую просыпается песок. Что, мол, она всегда будет без песка. Вот. Потому что у нас родомир очень любит на подстилку. Заскакивает со своими ногами в песке. Мне очень интересно, что здесь. Так. Ну, получается, у меня посылки мои все закончились. Мне как-то мало ничего хорошего. Я такого прям вау не увидела. Поэтому будем открывать посылки. Я надеюсь, тут что-то интересное есть у него. Интересное. Он мне ничего не рассказывал, что он покупал. И очень интересно посмотреть, что же он такое-то на заказах. Так. Откроем эту посылочку. Сейчас попытаемся еще и угадать. Давайте угадать, что он заказал. Ну, на самом деле, я вам скажу, что я ему позвонила. И сказала, я не нарушаю чужую границу. Да, я ему подвинула. Я очень-очень хочу посмотреть, что тебе пришло. Можно? Можно? И снять это на видео, я вам сказала. Ну, ладно. Только сделай это быстро. Мне они срочно нужны. Поэтому, что здесь, я не спрашивала. Поэтому мне очень интересно самой узнать, что здесь он заказал. Вот тут такая вот замотанная. Тут я разматываю. И сейчас смой. Та-дам! Ну, что может заказать еще мужчина? В общем, какое-то шило. То ли для вырезания. Он увлекается резьбой по дереву. Наверное, это вот какая-то ножичек для резьбы по дереву. Короче, не для меня. Это не для меня. Так, посмотрим следующую. Бумажку я надорвала. А пакетик этот не надорвала. Бам-бам-бам. Да, постараюсь так. Оп! Очень клево, кстати, прорезает вот эта штучка. Хотя это пилочка для ногтей. И вот она вот такая. Фокусируется. Па-бам! Черный лорд! Конечно. Ну, нога уже одна отвалилась, пока на почте дошло. Она будет мужу дать, чтобы приклеила. Я думаю, муж расстроится. Но он что-то должен делать. Тут еще вот у него есть вот такая штучка. Я надеюсь, нога не повредит ему это делать. Так, ну и что? Я сняла. Я думаю, он просто может на звук как-то реагирует. Не знаю, как он делает. Никакой кнопочки я у него не нашла. Ой, это как? А, вот этот штырек, эта кнопочка. Вот такая вот жутка, кстати. Прикольная. Я думаю, желейный медведь Валера это бы оценил. Так, надо будет мужу дать расстройку, что тут отломана нога. Ну, на суперклей можно приклеить, но все ноги, видите, нашу почту не пережили. Так, следующее. Тоже тут что-то непонятное тарахтит. Украина. Хочу показать, как здесь написано. Вот так вот, да? Посмотрите, как здесь написано Украина. Это просто, это реально китайцы. Украхо. Украхо. Вообще это. Это я сегодня смотрела, как там в Китае, в Корее учат язык. Английский язык. И там вот слово Google, да? И там, ну, по буквам учительница показывает каждую букву и говорит там G-O-O-G-L-E Гуля-гуля-гуля! Идите за ней повторяйте. Вместо Google, то есть они произойдутся. Гуля-гуля-гуля! Это у нас так говорит. О, это, короче, какой-то фокус. Инструкции здесь нету. Я думаю, я сниму видео, как муж будет разбираться с этим фокусом. Это будет отдельное видео. Так, ну тут тоже что-то характерист. Но, похоже, муж у меня увлекся фокусом. Ну, сейчас посмотрим. Я думаю, когда-то заказал какой-то отрезанный палец, это вообще жестякзб. О, это вообще капюшон, похоже. Ну, тоже какой-то фокус, но у него есть инструкция. Когда мы разберёмся, то есть, ну, единственное, что хочу сказать, вот тут вот оно что-то надломанное, прям такое. Боже, перекрутилось. А, закрылось. Ладно, надо открыть. Ой, они выпадают. Я не знаю, что с ними делать. Короче, какая-то вот такая штучка. В ней два... Видите, интересно, сколько стоит тут написано или нет? Гуля-гуля-гуля. Ну, короче, по доллару они, да? Да, они там по доллару. Или даже один идёт к презентам, ко второму. Не знаю. Ну, стоит копейки, в принципе. Нет, ни качества, ничего. И вот тут вот, видите, пластику такую-то вообще покорябанную. Какой здесь может быть фокус по этому, я не знаю. Что ты вот так вот перекладываешь, что тут другие цифры или что? Или ты типа потрусил, а потом всё равно те же самые остались, потому что они тут не переворачиваются. Ну, я не знаю. Короче, сейчас пойдём спросим. И осталась последняя посылка, и она здесь здесь. Почему нету такой... Ой, что-то зелёненькое. Что-то яркое-ярко-салатное. Смотрите. Опа, тут две вещи. Постой. Фу, это язык. Такой какой-то язык. Он такой липкий, противный. Фу, я такой не люблю, но родом мира ценит. Он вообще такой обожает. А, ну, этот фокус я знаю. Этот фокус... Ну, я думаю, что я знаю. У меня в детстве был похожий. С вот такими вот штучками. Да, когда ты... Так, только непонятно, как он тут действует. Сейчас. Ага. Ага. Короче, ну, с того фокуса, что я знаю, то вот такой вот фокус. То есть, снимаешь колпачок, говоришь, видишь, лежит здесь шарик. А потом так. Опа. И нету шарика. Оп. И есть шарик. Хоп. И нету. Сим ся ля бим. Пум. Опа. Вот. Вот этот фокус я очень любила. И все очень филис на него. Вот. Да. Ну, и потом можно ещё вот, пожалуйста, этот шарик достаётся. Вот он. И, короче, тут несколько вариантов, я так понимаю, с этим фокусом. Можно изучать. А, это подставочка. Я не поняла сразу, что это. Оп. Подставочка немножко кривовато прицепилась. Качество, конечно, плохое, но сам фокус достаточно прикольный. Вот этот шарик. Его можно давать людям. Да. А потом, типа, положил. Там себе где-то спрятал под этим. Сим ся ля бил. И показал. Хопа. Ничего здесь нету. А потом так. Заклинание прочитал. И шарик появился. Всё. Вот такой вот прикольный один фокус. К нему идёт ещё язык. Ой, у меня всё рассыпалось. Муж меня поругает. Короче, с этим. Что с этим делать, я не знаю. Если кто-то знает, напишите. А я сейчас отнесу этому мужу. Может быть, он знает, что с этим делать. Что это я отломала? Не отламывала я ему ногу. Она почти отломала. Она пришла с отломанной ногой. Думаю, она супер-клей. Ну, это не я, вроде бы. С этим фокусом у меня такой был. Я знаю, как его делать. Это всё простее. Да, это же я по этому роду миру и заказал. Ну, он простой, что-то. С этим был бы он показывать ему. Вот твой язык. А, вот так вот. Вот так. Вот это я не знаю. Я тоже не знаю, у него инструкция, по-моему, не была. Или была? Это инструкция от Шарикова, у него не было. У него в пакетике нет. И с кубиками я посмотрела, я не поняла, что это такое. О, а что они такие покусывают? Ну, какие пришли. Это не я покусала, честно. Это же китайцы. И что, это гадать так, или что, или в кости играть, или в чём фокус? Расскажи мне, пожалуйста. Надо будет посмотреть на сайте. На Алиэкспресс. Вот это мы, так, это для работы по дереву. Ну, я так и подумала, да. Это я догадалась, что это, ну, это не ножик. Это шило для работы по дереву. А тебе шило и надо было, или нет? Да, да, да. Ножики у меня уже давно пришли. Хорошо. А что ж с утем, ты вообще не помнишь, да? Да. А с утем фокусом шарик в квадрате, ты знаешь, что это за верёвочка? Ну, да, какой-то он такой там странный. Я даже не стала открывать, смотреть, что там. Куча резиночек, да? Нет. И инструкции нету с ними. Да. Ну, мне понравилось, там к нему даже видео, по-моему, было. Да? Да. Надо будет посмотреть тогда, снимем потом. Куча поставил, что они идут, там, четыре вот эти надолго, короче, решил взять. Угу. Когда мне его сейчас показывать, его не надо. Да, пусть спит. Ну, шарик можно завтра утром показать или нет, или после садика. После садика язык можно сейчас. Не надо, он перевозбудится, и его помыть надо ещё. Да, и захочет в садик. Ага, хорошо. А войдеру надо ногу туда прикрыть. О, упала нога. Вот такие вот наши сегодняшние распаковочки были. В общем, какие-то одни печали, вообще ничего. Меня, если честно, ничего не порадовало. Как-то жалко потраченных денег. Не знаю, надо посмотреть. У меня ещё есть всякие посылки. В общем, надо распаковывать технику. И у меня ещё ждёт микроскоп. Всё, никак не дойдут руки, которые увеличивают в тысячу раз. Я её заказала. Заказала к нему такие слайды для просмотра. И всё, никак не распакую. Вот, надо будет заняться этим скоро. У меня ещё одна для вас радостная новость. В предыдущих там видео вы видели духи, какие у меня были. Новые, которые мне подарили. А я уже рассказала, что у меня с запахами очень сложные отношения. Дочка у меня молоденькая девочка. Ей такой запах тоже не подошёл. Она вот в прошлом году, который мне подарили, ей очень подошли, понравились. Мне они тоже не подошли те, что в прошлом году мне дарили ребятам. Я отдала дочке, и она ждала моего дня рождения. Надеюсь, что мне подарят те же самые духи. Но мне подарили другие, и она немножко расстроилась. Я ей пообещала купить после зарплаты. А эти буду разыгрывать. Поэтому ждите. Скоро будет видео по розыгрышу духов. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok